Вчера в России внесли в список нацистских лозунг «Слава Украине». Вот так вот. Представьте себе. Значит, Российское министерство юстиции запретило публичную демонстрацию символики Организации украинских националистов и лозунг «Слава Украине». Запретили также эмблему в виде стилизованного золотого трезуба, где центральный элемент выполнен в форме острого меча, и черный равносторонний треугольник подставкой вверх. Тоже запретили. Запрет на демонстрацию объясняют, ну, неважно, чем. Значит, за пропаганду или публичную демонстрацию символики этих организаций штраф до 2000 рублей или административный арест до 15 суток. А вот если вы чиновник государственный, то до 4000 рублей. А юридические лица будут платить до 50 тысяч рублей. Мне вот интересно в этой ситуации, ну, знаете, ну, начну с хорошего, да. Вот как юридическое лицо должно быть оштрафовано за лозунг «Слава Украине». То есть у них должна быть какая-нибудь... Представьте, да, работники «Газпрома» по утрам выстраиваются в линейку и кричат «Слава Украине!» И приходит этот самый контролер и штрафует «Газпром» на 50 тысяч рублей. Правильно? Ну, хорошо. Это как вот как юридическое лицо может заявить, что «Слава Украине». Но как-то, видать, бывает тоже может. Так что, дорогие мои украинские друзья, теперь ладно, Ржев мы, со Ржевым мы поговорили, но мы все в Украине, мы все ходим под страшным штрафом. Вы же понимаете, да? Если россияне захватят Украину, нам грозит штраф в 2000 рублей, потому что у нас здесь каждый, каждый день, по-моему, произносят слова «Слава Украине», отвечает героям «Слава». Ты чего уж там, у меня в магазине в продуктовом, помните, в Сильпо раньше так было, сейчас уже вроде нету, на кассе, которая автоматическая касса, ты вот приходишь платить, а тебе говорят «Слава Украине!» Касса тебе говорит «Слава Украине!» Я даже кассе все время отвечал героям «Слава!» Ну, а как сдержаться-то? Невозможно, не получается. И на чеке написано «Слава Украине!» Вот так, чтобы два раза не вставать. Теперь нам это нельзя, россияне запретили. И они не шутят. Шутки теперь закончились. Потому что Медведев позавчера написал в своем Телеграме, что цель России – уничтожить физически каждого украинца. Это написал второй человек в российской иерархии. Второй человек России. Зам. Представитель Совета Безопасности и Комиссии по вооружениям, тоже зам Путина везде, написал, что цель России – уничтожить каждого украинца любой ценой, что это будет продолжаться десятилетиями, пока не погибнет, не будет уничтожен каждый украинец. У вас, говорит, будет два выбора. Либо вы умираете, то есть мы вас убиваем, либо вы становитесь частью страны, которую вы ненавидите, то есть Российской Федерации. Это страны, которые вы ненавидите, это тоже страна. Это тоже цитата из Медведева. И он написал там, что это может быть через хоть 10 лет, хоть 50. А следовательно, вывод простой. Сколько существует Россия, столько будет эта война. Только уничтожить Россию. Вот там НАТО, с которого я начал, «Адмиралы очевидность». Прочитайте этот, запомните этот твит Медведева, запомните этот твит Медведева. Вам же сказали, и 20 лет, и 50, он ставки выше поставил, чем вы. И запомните, и сделайте простой вывод. Не просто победить Путина и так далее, и подготовиться, мобилизоваться. Нет, только ликвидировать государственное образование, нацистское такое, вот эту фашистскую Россию. Но история серьезная. Слава Украине нам говорить больше нельзя. Запретили.